Инфляционные страхи. Что ждет Россию и Татарстан? Более высокие инфляционные ожидания ведут к росту спроса и усиливают перенос издержек на потребителей. Когда казанцам ждать первого снега? Всем привет! В эфире Универг Ньюз, а в студии Виктория Бабайлова. Граждане Республики Узбекистан, обучающиеся в Казанском федеральном университете, могут принять участие в выборах президента Узбекистана на площадке КФУ 17 и 18 октября. Адреса избирательных участков вы можете увидеть на своем экране. Инфляция в России ускоряется не первый месяц подряд, а по итогам сентября побила пятилетний рекорд. С такой скоростью цены не росли с 2016 года. Подробнее об этой макроэкономической проблеме, которая касается не только России, но и всего мира. Узнаете в следующем сюжете. Росстат опубликовал данные о потребительской инфляции по итогам сентября. В годовом выражении рост цен достиг 7,4%. За последние пять лет инфляция была выше только в феврале 2016 года. Она складывается выше прогноза, а инфляционные ожидания остаются высокими. Индикаторы устойчивой инфляции, которые оценивают инфляцию без волатильных компонент, говорят о сохранении инфляционного давления значимо выше нашей цели. Все это вместе создает дополнительное давление на потребительский спрос. То есть люди получают в свои руки больше денег и начинают пытаться приобрести больше товаров. А товаров от этого, как вы понимаете, больше не происходит. Неутешительный прогноз относится и к Соединенным Штатам Америки, главному экспортеру инфляции. В сентябре она ускорилась в годовом выражении до 5,4% с 5,25% в августе. В Европе ситуация примерно такая же, но там все может быть значительно опаснее за огромного внешнего долга ряда стран. На цены давят как разовые, так и долгоиграющие факторы. Среди первых, например, ускоренное подорожание овощей и фруктов. Есть и устойчивые факторы. Спрос растет быстрее предложения, дорожает сырье. Сохраняются риски для инфляции со стороны рынка труда, хотя они и не являются существенными, как пишут аналитики Центрального банка. Что касается Татарстана, цены здесь растут быстрее, чем в целом по России. Больше всего в республике ценник поднялся на потребительские товары. Выросли цены на строительные материалы, на такие продукты, как свежие помидоры, и огурцы, и куриные яйца, птицы, говядина. Татарстан практически мало отличается от инфляции по России в пределах, так скажем, статистической погрешности, потому что республика Татарстан не является каким-то обособленным экономическим регионом. Денежная система у нас одна, рынок один, ограничений на движение товаров нет, поэтому инфляция в Сатарстане и инфляция в России могут отличаться лишь в связи с какими-то мелкими статистическими отклонениями. В то же время снизились цены на услуги связи. Также за год серьезно подорожало газовое моторное топливо. В полной мере защититься от краха рынков невозможно, но можно смягчить его удар по собственному карману. Инвесторам и обычным гражданам лучше вложить деньги во что-нибудь материально ощутимое. Недвижимость, автомобиль, если его пора менять, или в образование. Надежда Мещерякова, Софья Чугунова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Студенты Елабужского института КФУ приняли участие в ежегодной студенческо-педагогической школе «Старт». Подробнее о программе в сюжете нашего корреспондента. Школа «Старт» — это уникальный проект, направленный на усиление методической подготовки будущих учителей. В этом году образовательная программа школы была посвящена новым тенденциям и форматам, внедряемым в современную учебную деятельность. В качестве наставников выступили опытные учителя, призеры всероссийских педагогических конкурсов, а также руководители передовых образовательных учреждений. Сегодня я вела публичную лекцию на тему «Школьный учитель. Как обеспечить безопасность?» Потому что каждый из тех, кто сегодня сидел в аудитории, я надеюсь, придет в школу, станет учителем. И будет очень важно, чтобы он сам умел реагировать в ситуации, умел их видеть и вести себя адекватно. В программе педагогической школы «Старт» было представлено более 25 мастер-классов и публичных лекций. Студенты обсудили вместе с наставниками широкий спектр вопросов. Начиная от работы с дошкольниками и заканчивая методикой подготовки к ЕГЭ. Я участвовала в этом году в первый раз в педагогической школе «Старт». Мне очень понравилась эта школа. Я думаю, нам эти мастер-классы очень пригодятся, так как мы должны были изначально сами попробовать, а потом уже будем использовать это в преподавании и будем показывать своим ученикам. Широкий интерес вызвали вопросы полилингвального образования и внедрения цифровых технологий в учебный процесс. В рамках школы «Старт» также состоялась встреча с ветераном педагогического труда Фридой Шакировой и директором многопрофильного лицея номер 37 Нижнекамского района Динарой Котляр. В бытовом понимании у населения им кажется, что если школа безостающих, значит там не ставят двойки. Это совсем не так. Понятие школы безостающих – это школа равных возможностей для детей. То есть если он не может проявить себя в учебе, то он в другом, в чем-то, очень талантлив. И фонд проявит себя в чем-то другом. В рамках педагогической школы студенты Елабужского института не только получали ценные знания, но и разрабатывали собственные проекты с целью их последующего развития и применения в педагогической практике. Каждый студент принял участие в защите своего проекта перед наставниками школы и преподавателей Елабужского института КФУ. Амир Ахтямов, Н.Ж. Минибаева, Айдар Нурмиев, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается фестиваль студенческого творчества «День первокурсника КФУ-2021». На этот раз свои конкурсные программы представили Институт физики и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Татарстан второй день демонстрирует рекордный рост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Эпидемиологическая ситуация у нас продолжает оставаться напряженной. На 15 октября зарегистрировано 110 случаев новой коронавирусной инфекции. И темп прироста за сутки составил 0,4%. И это в два раза больше, чем темп прироста мы имели в сентябре месяца. Мы напоминаем, что единственный способ защитить себя и своих близких от COVID-19 – это вакцинация. Желающие привиться могут позвонить в университетскую клинику по номеру 233-3-2-0. После холодного сентября наступил относительно теплый октябрь. Но лето все же закончилось и не за горами морозная зима. Чего ждать жителям Казани от холодных месяцев и когда пойдет первый снег? Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что первый снег в Центральной России выпадет 19 октября. По его словам, в этот день начнется полярное вторжение в тыловой части Североатлантического циклона. В связи с этим температура в центральных регионах ночью понизится до нуля, а днем воздух прогреется до 3-8 градусов по Цельсию. Такой перепад температуры и станет причиной выпадения первого снега в отдельных районах Центральной России. При этом снежного покрова не будет, так как снег, скорее всего, будет таять прямо в воздухе. Сегодня в Казани не самая приятная погода. Разбушевался ветер, а температура воздуха снизилась до плюс 11 градусов по Цельсию. Означает ли это то, что в скором времени стоит ожидать выпадения первого снега? Возьмем для сравнения 2019 год. Тогда первый снег выпал уже 23 сентября. Но не стоит расстраиваться, ведь в этом году осадков ожидается больше, чем обычно. В октябре казанцы могут готовиться к температуре в плюс 4 градуса. В ноябре к минус 2. При этом в центре города температуры всегда будут несколько выше. Первый снежный покров может появиться в период с 27 октября по 1 ноября. Но этот снежный покров окажется, как всегда, недолговременным. Он просто-напросто растает. Потому что по-настоящему у нас начинается все-таки переход к зиме. Это 19-22 ноября, когда температура среднесутчика перейдет через минус 5 градусов. Предыдущей зимой татарстанцам пришлось померзнуть. Жители республики делились в соцсетях фототермометров с отметками за минус 40 градусов. А синоптики периодически предупреждали о гололедице и сильном ветре, метелях и тумане. Синоптики призвали не ждать формирования снежного покрова. Первый снег будет носить символический, локальный, скоротечный характер. В ночь на 20 октября ожидаются устойчивые заморозки. Поэтому местами может быть гололед. Однако не стоит расценивать это как наступление метеорологической зимы. В любом случае следите за прогнозами погоды, чтобы случайно не получить травмы или обморожение. Надежда Мещерякова, Фарид Захитоглы, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Виктория Бабайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok